Можно открыть? Нет, нет, еще нет. Я не видела столько книг за всю жизнь. Ты довольна? Это замечательно. Они твои. О, большое спасибо. Вот это подарок. А что, ведь и правда, дом, в котором нет ни одной книги, выглядит неинтересным, пустым и холодным. Так не пойдет, решила дежурная и отправилась за домашней библиотекой. По объему библиотеки и качеству книг, наполнявших ее, судили о степени эрудированности человека. Хорошая домашняя библиотека состоит из трех частей. Классика, энциклопедическая часть и личные предпочтения. Классическая часть домашней библиотеки состоит из книг общемирового значения, поэтому лучше сразу покупать собрание сочинений. Приобретай не все подряд, но в первую очередь тех авторов, которые нравятся. Пушкин, Тургенев, Толстой, Лермонтов, Булгаков, но и про мировую классику не забудь. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. И эту повесть образованный человек должен прочитать. Энциклопедическая часть домашней библиотеки – это в первую очередь энциклопедии, справочники, словари. В общем, все то, что может пригодиться в реальной жизни. Что делать, если пожар? Что делать, если застрял в рифте? Читай, как вести себя в экстремальных ситуациях и мотай на ус. Чтение не годится для женщины. Она от этого думать начинает. Гастон, ты какой-то дикарь, честное слово. Книги не просто заставляют думать, но и формируют тебя как личность. Своему сыну я начала читать, когда ему было всего шесть месяцев. В ход шли книжки-купалки, книжки-развивалки, книжки-погремушки и говорящие книги. Привет, футник. Помнишь у Высоцкого про нужные книги, которые тебе просто необходимо прочитать в детстве? Это как прививка от оспы. А теперь пришло время выбирать книги, которые любишь ты и твои домочадцы. Это наиболее интересная часть библиотеки. Ее изюминка, так сказать, украсть свою библиотеку подарочным изданием «Мудрость тысячелетий». Здесь есть все про мужчин и женщин. Меня, как корреспондента, заинтересовала печатная версия проекта Леонида Парфенова «На медне». Вот, например, со второй половины семидесяток вся советская молодежь объята джинсовой лихорадкой. А вечером перед сном можно погрузиться в детективные истории Поляковой, Устиновой или пощекотать нервы вампирской сагой. Если у вас есть какое-нибудь хобби, можно постоянно пополнять домашнюю библиотеку новыми изданиями по кулинарии, вязанию, бисероплетению, моделированию и народной медицине. Сегодня вечером я буду читать новый детектив Александры Марининой «Бой тигров в долине». «Как ты ее читаешь? Здесь же нет картинок». «У некоторых людей есть воображение». Развивай воображение, становись эрудитом и интеллектуалом. Но помни, что для этого нужны… «Масса книг», «Горы книг», «Лиса книг», «Водопад», «Ливни». Считается, что хорошая библиотека должна насчитывать 500 книг. Именно столько находится в родительской библиотеке Татьяны дежурной по рубрике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова